Приветствую вас, рада видеть! Здравствуйте, Зайна! Начинать будем с отчёта Минобороны Британии за 11 августа. В этом отчёте британская разведка предполагает, что Россия сейчас стремится использовать белорусские войска для демонстрации силы против НАТО. Это реально вообще? Как считаете? Ну, это важно здесь понимать, что значит демонстрация сил. То есть понятно, что Россия не нападает на НАТО, тем более Беларусь. Но им важно, я сказал бы чуть-чуть по-другому, не то, что там показывать свою силу, но отвлекать внимание от Украины и демонстрировать, что война, которая сейчас находится в Украине и которая происходит в Украине, гораздо шире и гораздо более большой, чем только Украина. То есть угрожает Запад, что война всё-таки сейчас происходит в Украине, но он может происходить в разных местах, включен в этот список. Понятно, это территория НАТО. Я считаю, что это пустое угрожение. Я не думаю, что Россия или Беларусь есть потенциалы и способности что-то сделать конкретно против НАТОвских сил. Но, тем не менее, они могут какую-то гибридную агрессию сделать, как Россия уже много раз показывала, что они способны. То есть, например, что-то на границе прямо, использовать мигрантов, как они делали раньше, какие-то там оперативные группы, которые могут через границу что-то сделать, от вмещательства на электрике, на связи, на воду, на другие муниципальные услуги. То есть они могут что-то сделать там, но конкретный военный угроз из стороны Беларуси НАТО, понятно, нет. Кстати, о вагнеровцах и о Лукашенко. Также вот в контексте этой темы хочу с вами это затронуть. Белорусский диктатор вот что сказал. Я дословно процитирую. С поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру с ними связаться. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседи не выбирают. Они от Бога. Что может это означать? Это заявление Лукашенко, который в прошлом году, мы неоднократно с вами слышали от него, что он увидел какую-то угрозу в Польше, даже показывал в последний раз, встречаясь с кремлевским диктатором, карты, откуда вот эта угроза исходит из Запада. А теперь вот такое заявление. О чем это может свидетельствовать, по вашему мнению? Ну, Лукашенко сейчас делает то, что ему скажут, надо сделать. То есть, видимо, сейчас ему сказали, что так надо выступать, что надо уже более глядко сделать отношения, не надо так жестко сделать все. А кто сказал, Питер, я прошу прощения, Россия или Китай? Россия, Россия. Китай здесь не играет никакой роли, я не считаю. Я считаю, что Китай, если Китай интересен, Беларусь, тогда они говорят с Путиным. Они будут сказать, Путин, скажи им, что ты сделаешь. Они не будут напрямую с Беларусь, потому что это уже не тот уровень для Китая. Так все же вы считаете, что Путин дал ЦУ Лукашенко вот сейчас договариваться с поляками? Или вот как трактовать за это время? Да, сказал ему, что нам сейчас невыгодно такое тревожное отношение. Надо складывать это чуть-чуть, чтобы было более ровно пока. Потому что нам это невыгодно почему-то. Почему он так решил, это уже другой вопрос. Потому что у него только неделю назад была совсем другая риторика. Но, видимо, что-то изменилось, и они хотят уже показывать, что все-таки могут поменять отношения. Ну, за тем, что случилось, будем следить и уже комментировать в развитии событий. К теме НАТО хотела бы вернуться. В одном из своих авторских блогов вы отмечали о том, что вот эта вот война, которую Россия развязала против Украины, она никоим образом не была связана с НАТО. Альянс, утверждали вы, не угрожает безопасности России, а вот угрожает НАТО российской внешней политике. Вот насколько обострились эти процессы, эти угрозы, и насколько, как вы видите, как аналитик, сегодня Россия вытолкнута из международной повестки дня? Ну, весь история по поводу угроз русской безопасности, которые создают расширение НАТО после 91-го года, это всегда была какой-то мифология, кремлевская мифология, которая не ответствовала на активальную жизнь. То есть НАТО, понятно всем, никогда не собрался и не собрался напасть на Россию. Это абсурдная идея, и все это прекрасно понимают. Мы понимаем сейчас, или хотя мы видим сейчас, что Россия прекрасно это понимает сам. То есть Путин сам прекрасно понимает этого, мы это знаем, потому что недавно Финландия стала членом НАТО, два раза улучшилась граница с Россией, НАТО, нацовская граница с Россией, несколько сотен километров от второй город, Россия, родина Путин в Петербург, и Путин ничего не сделал, ничего. То есть никак не реагировал, никак не угрожал какой-то ответный ударов против НАТО или против Финландии. наоборот, отвозил оттуда, от направления, финские направления, где-то порядка 80% всех русских войска, которые там долго уже базировались. То есть они демилитизировали зону с новой натовской границей. Поэтому можно сделать вывод, что понятно, Россия понимала прекрасно, что НАТО никакой угрозы к России не создают. Вот тоже самая история была с Швейцами. То есть Швейцария, Швеция, извините, стала уже типа на грани членства НАТО, Балтийский море станется натовской, озеро. И опять же, русская реакция была абсолютно спокойствием, ничего не сделали, никому не угрожали. Поэтому, опять же, понятно, россиян, понятно, более понятно всем, наверное, что НАТО никакой угрозы к нам не создают. Россия против НАТО, потому что НАТО уменьшивается возможность заниматься вмешательством своих соседей, угрожать своих соседей и контролировать их. То есть мы прекрасно это понимаем по опыту Украины, то же самое в Грузии и так далее. И в другой стороне, и Прибалтика. То есть можно было ожидать такое же вторжение в Прибалтику, если бы эти страны не стали членами НАТО. То есть НАТО это проблема для России, для империальной политики, которая до сих пор существует, это никакой угрозы не создают для России сам. Если Россия находится в рамках своей границы 1991 года, никакой угрозы от НАТО нету и не могут быть. В частности, о Финляндии. Вот вы вспомнили интересный момент. В конце июля почти одновременно прозвучали два заявления. Одно из них от кремлевского диктатора Путина, который сказал, что никоим образом Финляндия и ее членство в НАТО не несет угрозы России. А в то же время Патрушев сказал о том, что Финляндия, мол, идет на конфронтацию и есть потенциально для России угрозы. Как это понимать? Коммуникация какая-то между ними есть? Или о чем это свидетельствует? Вот к вам вопрос как к аналитику. Ну, я думаю, что здесь главные действия. Какие действия мы видим на направлении Финляндии? То есть Финляндия уже стал следом НАТО. Значит, граница НАТО, русской общей границы с НАТО, который был до этого события где-то там тысяч двадцати километров, стал два с половиной тысяч километров. То есть в два раза больше стал. В Финляндии есть достаточно серьезная армия в своих войсках, достаточно серьезная. Плюс теперь уже натовские представители там находятся и будут находиться. как реагировали русские войска? Никак. То есть мы видим физически никак. Наоборот, как я сказал уже, отвозили оттуда где-то порядка 75-80% всех войска, которые долгосрочный перспективы уже были базированы в этих направлениях, там на западные северные направления, уже отвозили, отправили куда? В Украину, понятное дело. То есть мы видели в детстве, что Россия понимает, что это не угроз. возможно, что Патрушев чувствовал себя, ну, понял уже в конце концов, что это выглядит глупо, если Россия никак не реагирует. Поэтому он был обязан что-то сказать, чтобы было какое-то впечатление, что Россия реагировала на это, потому что два года назад они сказали нам, что главный проблем в мире это натовский угроз натовский угроз территориальной ценности России и безопасности России. Из-за этого Россия готова начинать самую большую войну в Европе после Второй мировой. То есть они обязаны что-то сказать, когда НАТО уже идет до русской границы в другое направление. Но я предполагаю, что путинские реакции это самый честный и самый верный. И опять же это ответствует то, что мы видим на действии на фронтах, как скажем, на границе над реальным действием войск, который никакой. Возвращаясь все-таки к международной повестке дня, вот по вашим ощущениям, по вашему видению, насколько Россия из этой международной повестки дня вытолкнута и по вашему мнению, что показал саммит в Саудовской Аравии? В частности, участие в нем Китая, неучастие России, это плохой сигнал для Путина или очень плохой? Я сказал бы пока только плохой, не очень плохой, но это серьезный плохой сигнал. Понятно, что Китай не просто так участвовал, Китай не просто поехали туда представители Китая, не просто чтобы поболтать или посмотреть, что происходит, это был очень важный символический момент, когда они показывали, что они на сторону решения проблем русского вторжения в Украину. То есть они не в сторону русского вторжения или нейтралитет, они конкретно пошли на сторону решения этих проблем. Конечно, они не будут делать то, что Запад хочет, они не будут просто поддерживать позиции Украины западными, тем более Америки, но они хотят участвовать в этот процесс и они откровенно это показывают. Наоборот, они хотят влиять на этот процесс, чтобы это было удобно для Китая. Конечно, возможно, что из этого удобства Китай тоже будет какой-то положительный аспект для России, но я думаю, что не совсем. Конечно, для России то, что это произошло, то, что там был и Китай, и, если я не ошибаюсь, тоже Индия, Бразилия и другие, типа, друзья России из БРИКС, это, конечно, очень серьезный момент для России, они чувствовали себя, что они чувствовали сильнее, что они не были приглашены, они обидели сильнее, все, наверное, видели их очень, ну, не доволен, как они показывали свое недовольство на все федеральные каналы после этого. И, в том числе, это произошло недавно от официального отказа, участия Путину на саммит БРИКС, который происходит ближе к концу августа в Южную Африку, из-за того, что он был военный преступник, и боюсь, что ему будут арестовать. Конечно, эти два события показывали, что Россия сейчас в одиночестве, ну, как он никогда не был уже после Республики Советский Союз. Кстати, вот, хотелось бы вернуться еще к одной очень важной теме. Сейчас начинается предвыборная гонка активная в Соединенных Штатах Америки, также выборы будут и в Европе. Как считаете, насколько эти процессы могут и повлияют ли на оказание помощи Украине и поддержку Украине? Ну, конечно, здесь главное это американские выборы. Америка это главный партнер Украины, это страна, которая больше всего дает Украине финансовую помощь, военную помощь, дипломатическая помощь и так далее. То есть, конечно, здесь это будет решительный момент. Сейчас непонятно, будет ли Трамп баллотировать или нет, получит ли он номинацию, станет ли он кандидат для республиканской партии. Сейчас, скорее всего, он далеко лидирует, но у него тоже очень много проблем и нюансов сейчас. И есть тоже много людей встретили республиканской партии, среди establishment партии республиканской, которые считают, что Трамп это просто очередной победа демократов. То есть, Трамп уже проиграл выборы для конгресса 2018 год, когда он был президент, проиграл президентические выборы 2020 против Байдена, и последний год 2022 тоже, опять же, все его кандидаты практически проиграли. То есть, они понимают, что если бы он опять будет кандидат из стороны республиканов, они опять проиграют. Да, он популярен среди партий, но он крайне непопулярный среди независимых голосующих и он мотивирует тоже противники демократской партии. Поэтому не факт, что Трамп будет, но давайте посмотрим, если будет Трамп, потому что, конечно, это самый опасный сигнал для Украины. Остановит ли Трамп весь пункт поддержки Украины, если он станет президентом новым? Честно, я не думаю. Я думаю, что он это не сделает, так же, как он это не сделал в 2016 году, когда он стал президентом, после очень много теплых слов в адрес в сторону Путина и республиканские партии в конгресс хочет поддерживать Украину и понимает, что это американский интерес, это ключевой американский интерес сегодняшний день, внешняя политика Америка, что Украина победила и Россия проиграла. Это понятно большинство республиканцев, опять же, большинство независимых голосующих и понятно большинство демократов. Поэтому очень сложно представить какой-либо американский лидер, который сегодня, хоть завтра сказал «Все, спасибо, ребята, мы поддерживаем Украину, хватит, больше не будем». Но время выборной кампании могут влиять на это все, конечно, потому что когда выбор идет, это более экстремальные позиции могут поддерживать пока не власть Трампа и другие кандидаты в партию. Поэтому может быть какое-то период усложнение пока сейчас до следующего лета, когда вопрос идет по поводу новой финансирования для Украины. Вот как раз сейчас мы будем увидеть сейчас в Конгресс Байден спросил новый транш если я не ошибаюсь где-то 17 миллиард долларов для Украины. Это в частности более большой пакет разных вопросов. Но я думаю, что в ближайшие дни мы будем увидеть настроение республиканских большинствов в Конгресс готов поддерживать это или если они будут символически остановить этот процесс пока когда они могут что-то требовать от Байдена. Кроме Америки, честно, я не вижу больших угрозов нигде в Европе, в Британии. В выборах еще не скоро будет, но когда будет, оппозиция уже сказала, что мы будем так же поддерживать Украину, как сегодняшний власть, если не больше. Я вижу такую тенденцию практически везде. особой угрозы не вижу. Поэтому опять же Америка это, конечно, самый важный момент. Посмотрим. Конечно, в времени выборов могут быть какие-то там опоздания с поддержкой, но в целом я не вижу серьезных критичных угрозов. Сейчас Украина очень нуждается в ракетах Атакмс, Таурус, ну и, конечно же, авиация Ф-16. Это самые актуальные темы. И вот Вашингтон-Пост, свежая статья, вышла в этом издании, где утверждается о том, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских F-16 не раньше следующего лета. Речь идет о том, что сначала пилоты должны посетить четырехмесячные курсы английского в Британии, далее необходимо изучить терминологию, связанную с самолетами. Таким образом, боевая подготовка продлится около шести месяцев и откладывается на январь. Вот о чем пишет это издание. Если мне не изменяет память, ранее утвердалось о том, что уже к следующему году, к началу следующего года, F-16 будут защищать украинское небо или нет? Мы слышали очень много разных версий. То, что было написано в Washington Post вчера или сегодня, это последний из много разных версий, и не факт, что это финальная версия. Мы не знаем, когда это все будет. Конечно, мы видим, мы видим, мой процесс сильный задерживается, постоянные какие-то бюрократические проблемы возникают, появятся новые проблемы, новые какие-то политические решения, которые нужны, которые нет. поэтому это очень непозитивная тенденция, но я не готов сказать, что точно не будет до следующего лета. Я думаю, что в первую очередь украинские войска в Севом показывали уже неоднократно, что им нужно гораздо меньше времени, чем наши западные партнеры считают, чтобы понять, как использовать разные технологии, разные вещи. Я не представляю, что F-16 будет сильный по-другому. Посмотрим. Может быть, не 6 месяцев, может быть, 3, может быть, 4. Возможно, что они начинаются тренинги раньше, возможно, что будет частичнее сейчас, частичнее позже. Есть очень много разных факторов разных. Я не уверен, что будет в следующем лете. Конечно, если это так, это очень очень негативные новости для Украины и селом для Запада, но я не уверен, что это финальная точка на этот вопрос. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Питер, благодарю вас, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда рады видеть вас на канале сейчас. Я надеюсь, до скорых встреч. Спасибо, я надеюсь тоже. Питер Диккенсон, науковый спирубитник Atlantic Council, был разуме с нами у Типури, рады тей, но закликаю наших глядачев поддерживать это видео своими лайками, комментариями, так само посширить его и таким чином больше людей сможет почути Питера. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал сейчас, цянуемо зворотник и дякуем вам за каждую новую подписку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok